Доброе утро! Мы продолжаем. В нашей студии очередной гость. Это Игумен Ефимий, первый проректор Казанской духовной семинарии. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Ваше высокопреподобие. Расскажите, вот мы сейчас в сюжете увидели некоторые пасхальные традиции. Давайте напомним нашим зрительным их значением. Что символизируют крашеные яйца? Крашеные яйца символизируют воскресение Иисуса Христа. Это, собственно, то событие, которому и посвящен праздник Пасхи, воспоминанию которого этот праздник посвящен. И вот сегодня как раз Великая Пятница, сегодня самый такой строгий, скорбный день церковного года, когда верующие воспоминают распятие на кресте Иисуса Христа. И, собственно говоря, вот на третий день после этого события, воскресенье, будет и праздноваться Пасха Господня, победа Христа над смертью, воскресенье из мертвых. И как раз-таки яйцо является символом вот этого священного воспоминания. Да, вот сегодня Страстная Пятница, как вы уже сказали, а вот что важно верующему человеку сделать именно сегодня? Вот вы сказали, вспоминать о усопших, да, своих родственников, да, или что? Нет, я этого не сказал, кстати сказать. Сегодня как раз-таки, ну, по традиции у нас многие готовятся к Пасхе и считают главным, в данном случае, вот такую внешнюю сторону подготовления, значит, пекут куличи, вот эти вот... Красят яйца. Красят яйца, творожные Пасхи делают и так далее. Но вообще говоря, конечно, для верующего человека это очень важный, может быть, самый важный день в году, когда нужно, в общем-то, больше сосредоточиться на своем внутреннем духовном состоянии, вспомнить те священные события, которые сегодня Церковь воспоминает. Сегодня, напомню, для наших православных телезрителей, что день самого строгого поста, вот, поэтому в первую очередь нужно сосредоточиться вот на таком внутреннем делании, внутреннем очищении, воспоминании спасительных страданий Иисуса Христа. Вот в чем главный смысл Пасхи? Самый главный. А смысл вот именно в этом. В том, что христианство благодаря вот этой победе Христа над смертью открывает путь для каждого верующего, для каждого православного человека быть воскресшим вместе со Христом. То есть это праздник победы жизни над смертью. Потому что смерть – это неизбежность для каждого человека, верующего или неверующего. Каждый из нас с ней столкнется, причем мы не знаем, когда это произойдет. И поэтому у каждого человека, ну, в душе присутствует какой-то такой часто неосознанный страх перед смертью. Но когда мы понимаем, что Господь смерть победил своим воскресением, конечно, это открывает перед нами огромную перспективу. Не только в этой жизни, но и в жизни вечной. Так что вот это главный смысл содержания праздника Пасня. Но вот в пятницу, в воскресенье многие соблюдают обычно внешние обряды, да? Вот как вот уже сказали, пекут, покупают куличи, пекут сами, красят яйца. А вот что самое главное стоит сделать человеку в этот вот светлый праздник? В первую очередь прийти в храм. Сегодня множество богослужений совершается в православных храмах. Вот утром, вот как раз, когда идет наша с вами передача, во многих храмах совершается богослужение, которое называется «Царские часы», когда как раз читаются отрывки из Священного Писания, так сказать, посвященные страданиям Спасителя. Потом днем будет совершаться торжественная вечерня с чином выноса плащаницы. Вот, то есть это богослужение, которое символизирует положение Христа во гроб. Вечером также уже будет совершаться богослужение Великой Субботы. Вот Великая Суббота – это день, когда Господь находится во гробе. Это вообще-то день тишины и молчания. Вот у нас традиционно считается, что Великая Суббота наполнена такой предпраздничной суетой, а вообще-то это день тишины и молчания, и духовных размышлений, духовного сопереживания вот этому великому событию, которое совершил Христос. Так что тут есть народная традиция, Церковь ее не отвергает, но все-таки призывает своих чад, своих последователей к тому, что от внешнего нужно стремиться к внутреннему. От внешнего к духовному. Вот сейчас у Вас есть возможность поздравить всех наших телезрителей с наступающим праздником. Я всех сердечно поздравляю. Пока что не могу сказать те слова, которые ждут каждый православный христианин. Они будут сказаны завтра вечером, перед началом Крестного хода. Но могу пожелать всем достойно подготовиться к встрече этого праздника, потому что это самые священные дни в течение всего года. И я могу так сказать, что от того, как ты встретишь Пасху Господню, во многом будет зависеть от того, как сложится дальнейшая твоя жизнь. Спасибо Вам большое. Мы Вас с наступающим, конечно же, праздником Пасхи поздравляем. Да, я Вас тоже поздравляю. Это была очень интересная и занимательная беседа. Спасибо большое в Ваше высокое подобие. Спасибо.